С Верой в спорт Здравствуйте, Елена Здравствуйте Также у нас в студии директор регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Кировской области Александр Далматов Здравствуйте, Александр Добрый день Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это отметить, что на самом деле Елена, помимо своих огромных спортивных достижений, является еще и руководителем аппарата главного штаба движения Юнармия, Всероссийского движения Юнармия Поэтому, Елена, первый вопрос к вам, что такое Юнармия, для чего этот проект был создан? Ну, вы отметили, что это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, было создано 28 мая 2016 года Очень молодое еще движение Достаточно молодое, по решению министра обороны, поддержано президентом, и мы, конечно, бесспорно этим гордимся Сегодня в наших рядах уже порядка 250 юноармейцев, участников движения Ну, конечно, хочется похвастаться, что региональное отделение создано во всех субъектах Российской Федерации И буквально недавно мы проводили Всероссийский форум «Я юнармия», который прошел в праздник Дня защитника Отечества в парке «Патриот» И как раз мы убедились, что все наши региональные отделения активны, все привезли своих юноармейцев И даже были делегации за рубежа, это юноармейские отряды наших воинских частей, которые расположены, дислоцируются за территориями Российской Федерации Это Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Армения Это наши русские граждане, российские граждане, которые несут службу Ну, соответственно, ребята, являясь учениками школы, юноармейцами, приезжали к нам на форум Ну, наверное, про основные цели и задачи нашего движения хочется, ну, главное, о чем сказать Это современное детско-юношеское движение Нас очень часто, ну, так скажем, сравнивают с пионерией Я хочу сказать, что мы все лучшее из этого замечательного движения, которым, ну, к сожалению, я не была, но были наши родители, взяли Изучили их опыт Конечно, вот, и сегодня, конечно, на базе того опыта, тех знаний Мы формируем вот именно такое всероссийское движение, которое было бы очень интересно детям Наша основная задача – это объединять детей России Мы ставим для себя задачи, конечно же, формирования современного обороноспортивного общества То есть мы растим профессионалов, и не обязательно профессионалов в сфере в армии, да, вооружения Мы, конечно, хотим, чтобы наши дети были профессионалами, каждый в своем деле То есть просто был на своем месте профессионал, будь то спортсмен, будь то инженер, будь то, не знаю, журналист тоже Поэтому или это может быть какой-то творческий ребенок, артист, певец, но профессионал Поэтому мы вот для себя определили один из приоритетных направлений, о которых заявили на нашем форуме И сегодня активно работаем во всех этих 11 направлениях Формируем профессиональное сообщество будущих патриотов нашей страны Ну, и сегодняшних патриотов, в первую очередь Конечно, конечно То есть какими общими, скажем так, навыками, качествами обладают эти ребята, которые входят в сообщество? Ну, в первую очередь, конечно, вступление в движение – это абсолютно, так скажем, желание ребенка Конечно, в первую очередь В первую очередь, добровольно, да Ребята должны этого хотеть, ребятам должно быть это интересно Они должны найти для себя в движении юной армии что-то свое и что-то новое и интересное Здесь, конечно, мы помогаем ребятам самореализоваться в тех направлениях, в которых они заявляют свои возможности Найти себя, стать профессионалом Ну, конечно же, это ребята должны быть патриотами в первую очередь, любить свою страну Они должны быть дисциплинированными, заинтересованными, хотеть открывать что-то новое, узнавать Мы большой акцент делаем на изучении истории, географии, сохранении традиций, ну и любви к родине, в первую очередь Патриотизм Александр, расскажите, пожалуйста, как проект реализуется здесь, в Кировской области? Сколько ребят уже стало частью сообщества? Ну, как уже было сказано, у нас проект реализуется точно так же с 2016 года И на данный момент открыто 45 местных отделений по количеству всех районов То есть в каждом районе у нас есть свое представительство На данный момент у нас более 250 отрядов юно-армейских по области функционируют В которых занимаются ребята, это более 4000 Вот мы там порядка 400-100 человек Это на данный момент Но важно отметить не только то, что у нас участвуют и дети, ради кого это создавалось Но и то внимание, которое уделяют сейчас взрослые То есть у нас созданный региональный штаб, который подключает сейчас как можно больше ресурсов для развития этого движения Чтобы детям было, как Елена Луниевна сказала, было интересно заниматься этим Чтобы было где заниматься этим Затем в каждом районе созданы эти штабы, куда включаются и представители силовых ведомств, общественных объединений Представители органов власти Ну и подтягивают тем самым ресурсы То есть внимание со стороны взрослых, которые уделяются сейчас, оно достаточно велико Я уверен, что дети, ну те вот пока 4000, но в ближайшее время их будет на порядок больше Елена, 4000 человек от одного региона Это в среднем много, мало? Как наша область здесь отличается? Ну это все в порядке Мы, знаете, не гонимся за цифрами Мы ведем учет Да, у нас записано в уставе, что мы ведем учет юноармейцев Но здесь незадача включить всех То есть плана по набору нет конкретного? Нет, абсолютно нет Все добровольно на самом деле? Конечно Конечно, интересно, когда в твоем движении, когда твое движение самое массовое в России И, конечно, возможно, мы какие-то ставим себе самые серьезные задачи Но ни в коем случае не говорим, что вы должны там всех принимать Это должно быть на самом деле вот интересно и привлекательно для детей в первую очередь Они должны себя ощущать юноармейцем, гордиться этим, заслужить это почетное звание Ну и тогда уже гордо носить значок юноармейца, берет юноармейца Ну, чтобы это был не просто атрибут какой-то формы одежды А на самом деле символ Как раз те, кто смотрит нашу программу в Ютьюбе Могут наблюдать, что и у Елены, и у Александра эти значки сейчас на одежде приколоты Да, очень красивый символ Это, насколько я понимаю, орел Да, символ такой Почему такой символ выбран? Орел, ну, это символ нашего государства, двухглавый орел Ну, а здесь у нас прототип детского движения все-таки орленок Вот мы его такой у нас... Ну, такой очень серьезный, между тем... Разработка с гераллистической службой Министерства обороны Мы просили их помочь И вот у нас был такой символ Придуман, разработан Ну, достаточно, ну, как бы, так скажем Ну, не взят с потолка, с неба То есть, да, здесь серьезная символика Российской Федерации Вот она перешла в такой символ нашего движения Это перекликается Армия России, звезда армии России Да, и орел Орленок Какой возраст ребят, которые принимают участие в движении Когда и как можно записаться? Я отвечу, да? Да, Александр От 8 до 18 лет Это в соответствии с уставом это движение Как попасть в любой отряд Ну, во-первых, эти отряды у нас создаются в большинстве школ Да, и сейчас школы активно подключаются к этой работе То есть, просто в школе найти этот отряд, узнать И, соответственно, вступить Если отрядов нет в школе То для этого и функционируют местные отделения На сайте у нас, в Патриот43.рф, есть координаты местных отделений Можно связаться с представителями И узнать, где ближайший отряд, чтобы поучаствовать в его работе Достаточно просто Сейчас век технологий информационных, это можно найти То есть, они подскажут, где Либо в соседней школе, либо там на базе Дома культуры И так далее, и так далее Вот, всё, попадают, вступают То есть, они должны каким-то образом всё-таки доказать, что они юнормейцы Это кто такой юнормейец? Ну, лично для меня это человек, ответственно относящийся к окружающему его миру К семье, к родине, к тому, чем он занимается Ну и, соответственно, таких ответственных людей Нужно же определить, что он ответственный Ну и тогда его... Тестирование, может быть, есть? Ну, своего рода понимание, во-первых, для человека, что я хочу быть Да? А во-вторых, то, что его сверстники и те, кто его воспитывают Должны тоже определить, что да, ты вступаешь в юнормию Но мы к этому движемся Я не говорю, что это сейчас так есть В определенных отрядах это уже существует, культура Но мы это пытаемся создать А попасть в юнормию совсем несложно Меня часто спрашивают, вы двоечников берете? Вот, у меня тоже был такой вопрос Мы делаем из двоечников отличников Вы описали несколько таких вот качеств ребят Мы далеко не все и уверены, что в этом возрасте соответствуют подобным качествам Я вот себя вспоминаю, я была совсем не такой То есть это должно быть воспитанный, целеустремленный, дисциплинированный А если ребенок не такой, но вот он хочет что-то сделать для своей родины, для своей страны Он может вступить в религию? Конечно, конечно Мы не делим детей на отличников и двоечников Мы не делим на детей на обычных и с ограниченными возможностями То есть если у него есть желание вступить в движение юнормия, радости просим Ну еще хотела немножко пояснить Вот, да, на самом деле юнормеец это ребенок от 8 до 18 лет Но участником движения в принципе может быть любой человек То есть ребята становятся старше, идут дальше по жизни Но они не выходят из движения То есть они остаются участниками Они остаются участниками движения И все движения, и все мы, там, руководители, начальники, мы тоже участники движения Мы, конечно, себя не считаем, но в принципе мы тоже сопричастны к движению, к развитию И тоже юнормейцы, так скажем, в душе Одно из направлений работы юнормии – физкультурно-спортивная Как раз ваш непосредственно Елена профиль Расскажите, пожалуйста, как он достигается, вот этот вот спорт, как реализуется в юнормии? Ну, вообще, само движение юнормии, оно зародилось в Центральном спортивном клубе армии С юных армейцев То есть изначально все ребята, спортсмены Центрального клуба армии, они уже юнормейцы И, конечно же, изначально, вот именно посвящение, такие самые красивые, самые первые Это были из ребят спортсменов, да? Ребята, которые уже профессионально занимаются спортом Которые уже чего-то добились, которые себя называют сысковцы Они первыми стали юнормейцами Вот, конечно, мы активно занимаемся развитием этого направления Здесь у нас абсолютно разные возможности То есть то, что ребята занимаются профессиональным спортом, являются юнормейцами Это одно направление И это очень здорово, когда наши... А то другому мешает Да, ребята представляют нашу страну на международных соревнованиях Конечно, мы отслеживаем их судьбу, гордимся победами и так далее Есть ребята, которые занимаются военно-прикладными видами спорта Да, это ребята, которые мотивированы к службе в армии Таких тоже очень много У меня просто у друзей сын, ему там 4 года Он, когда звучит гимн России, вытягивается в струнку И прикладывает воинское приветствие Мне кажется, ну вообще это необучаемо Его интересуют все военные фильмы Участие в параде его интересует, техника То есть откуда это взялось? Призвание уже нашел он свое Да, и таких детей очень много И эти ребята, конечно, им интересны Там сборка-разборка автомата Прыжки с парашютом Там преодоление препятствий То есть это тоже военно-спортивные виды Которые... Ну, они как спорт тоже есть Да, вот военные игры проводятся Всемирные военные игры Где там можно завоевать медаль Да, показав свое мастерство Ну, в принципе, это такая допризывная подготовка Развитие ребенка, да Для дальнейшей службы в армии Исполнение своего... Эффективной службы Гражданского долга, да Конституционного долга Вот поэтому здесь у нас есть и такое направление То есть оборонно-спортивное Иногда так раньше говорили Сейчас военно-спортивное То есть здесь, да Вот каждый ребенок может найти себя в чем-то Кому-то нравится бегать с противогазом Кому-то нравится, извините, выступать на, не знаю, ковре На дорожке там И так далее А здесь ребенок сам делает выбор Какое направление Конечно Чем ему заниматься? Ну, мы сейчас очень активно практикуем Такое, так скажем, наставничество Да, и вот с уполномоченной по правам ребенка С Кузнецовой, Анной Юрьевной То есть, конечно, интересно, когда ребенка Мотивирует на какие-то победы Какой-то уже состоявшийся человек Вот я просто сравнивая с собой, да Вот из своего детства вспоминаю Что я хотела быть похожа Ну, на кого-то, да Вот конкретно И когда мне кто-то рассказывал о своих победах О своем, там, каком-то жизненном пути Для меня это всегда было важно Я всегда применяла это Ну, перекладывала это на себя Как бы я бы там И понятно, что чем больше людей Взрослых состоявшихся Будут обращать внимание на детей Юно-армейцы Вот как Александр сказал, да Мы стараемся привлечь ресурс Из общественных организаций Органов исполнительной власти Также вот видных деятелей Государственных деятелей Которые будут просто общаться С нашими детьми Будут им говорить, что Ребята, надо делать так Надо вот поступать вот так Потому что я вот эту дорогу прошел И вы тоже это сможете Потому что, наверное, нет никакого лучшего урока Чем прямое взаимодействие для ребенка Поэтому вот проект наставничества Он на самом деле очень такой эффективный И он очень часто сейчас Применяется вообще просто В сфере молодежной политики Да, мы видим Росмолодежь активно Набирает обороты С проектом «Диалог на равных» Да, то есть очень интересно Для студентов всегда вот они Ну, не знаю, мне кажется Глаза горят И для себя они что-то полезное Все равно в любом случае узнают То есть сравнивая себя Видя человека с экрана И просто имея возможность Ему задать какой-то вопрос Они для себя что-то получают Также вот мы эту практику Тоже на себя применяем И вот на том форуме Про который я вам рассказывала уже То есть мы приглашали и спикеров И видных деятелей Которые, да, вот в прямом диалоге Общались с детьми Пытались их замотивировать На какие-то великие дела Я надеюсь у них это получилось Да, ну поживем и видим Александр, расскажите, пожалуйста Как спортивное направление Реализуется через те возможности Которые кировское отделение Может предоставить То есть какие активности Которые вы ребятам предлагаете Так или иначе развивает В ребятах желание побеждать Все, что так или иначе Связано в нашем сознании со спортом Ну у нас действительно более военно Прикладной вид спорта Но в первую очередь хочется сказать О тех профессионалах С которыми мы сотрудничаем И которые реализуют это В Кировской области На высоком уровне Это центр спецподготовки Они являются членами Главного регионального штаба Они находятся на связских полянах И это делают профессионально То есть у них есть И прыжки с парашютом И с малых высот И этим занимаются дети Причем дети из иногда Социально незащищенных слоев То есть они специально работают С этими ребятами И это практическая стрельба Причем это мы реализуем В ряде районов Когда в том числе И в рамках учебных сборов И в рамках лагерей Юноармейских И оборонно-спортивных Кроме этого При сотрудничестве с ДСАФ Мы реализуем прыжки с парашютом То есть ряд местных отделений Дают эту возможность И организуют ребята И в том числе наш центр Который представляет тоже ребят Ездит и в нашем аэродроме Прыгают с парашютом Помимо этого К спорту у нас Так он специфичный То есть если это бег То он обязательно с нагрузкой То есть в качестве нагрузки Это либо очень большой рюкзак Либо это Чуть поменьше на автомат И в том числе Это и туризм Это и ориентирование на местности Как по карте Так и по азиму То есть элементы И вот в этом году У нас в рамках Юноармейского лета Будет лагерь разведчик Где он будет проходить В советском районе Рядом со скальным массивом Камень Где будет скалолазание Специально для ребят Обучение Там очень красиво Здорово Вот Но вот эти формы Такой активности Мы используем Прикладные формы Да, прикладные Учим выживать Да Вот А там уже ребёнок Сам применяет То есть здесь он научился выживать А потом он пошёл Получать олимпийскую медаль Но мы во всяком случае Верим в это Ну почему бы и нет Конечно После того как с рюкзаком Тяжеленным пробежал Потом ещё с парашютом Я поражаюсь на самом деле Что ребята в этом возрасте прыгают И я прыгнула с парашютом Когда мне было Боже мой сколько Недавно Прыгнула с парашютом Ну это просто Это такой адреналин Просто очень здорово Что у ребят Есть такая возможность Это ведь Удовольствие такое Не из самых дешёвых Но из экстремальных Наверное Не самое дорогое Но вместе с тем Очень здорово Что у ребят Есть возможность Причём Я так понимаю По достижению Определённого количества прыжков Они уже и мастерами спорта Могут стать Ну присваиваются Звания инструкторов И так далее Да То есть есть определённая Гордация До достижения Вот до 18 лет Получается Можно стать уже инструктором Благодаря вот активности Опять же Центр спецподготовки Военно-патриотический союз Молодёжи У нас очень много ребят Благодаря их там Многолетней деятельности То есть я сейчас уже Не затрагиваю только юноармию А именно опыт вообще Областной Очень много ребят До 18 лет Сделали по 4-5 прыжков И тем самым И тем самым Я хочу сказать Насколько это важно Достигать каких-то конкретных результатов Да, Елена Да, Елена Возвращаемся снова к вам Упомянули вы уже Что были у вас кумиры в детстве Спортивные Расскажите Что это были за люди Кто это были И как они именно вели вас Какую энергетику они вам давали Вообще вот про проект Про наш я сейчас А потом перейду к себе Нам огромную поддержку Оказывает Министерство обороны Ну и соответственно Помимо того Что мы пользуемся Всеми воинскими частями Возможностями их Военкоматов Военкомов Частями для сборов Воинская часть Ну да То есть мы пользуемся Прямо ресурсом Можно приехать на экскурсию Можно там пострелять Из-за оружия тренировочного Ну что-то пройти Какую-то полосу препятствий То есть ну не стесняемся В этом плане абсолютно Мы используем ресурс Ветеранов вооруженных сил То есть когда те Как раз таки вот Приходят к детям Рассказывают о подвигах Рассказывают о жизни Да Знаете для меня Лично Вот я как бы сказала Про кумиров Для меня были люди На которых я конечно Всегда ориентировалась И в детстве Меня там спрашивают Как я пришла Прыжки в высоту Это такой вид в общем-то Да тяжелый Сложный Ну вот я Из детства вспоминаю Это вот папа мой Оказал на меня Какое-то влияние Мы когда с ним дома Смотрели Ну олимпийские игры Где Сатамайор Да Кубинский прыгун Преодолевал там 2 42-41-43 что ли Мировой рекорд И папа мне говорит Дочь Представляешь Он выше нашей Вообще Нашей квартиры прыгает Я так смотрела Думала И никогда Я тогда не могла Даже подумать Что я тоже этим самым Буду заниматься Потом долгие годы Прыгать выше своей квартиры Ну или куда-то Под потолок Вот Но понимаете На детскую психику мою Записалась Да И судьба сложилась так Что я именно Для себя сделала Ничего себе Там вывод какой-то Да И пришла Все В спорт И судьба Меня связала С прыжками В высоту И я стала Тоже прыгать В высоту И вот Ну как бы Вот Конечно для меня Были Как бы Примерами И другие И российские Советские спортсмены И Стадинова Стевка Это рекордсменка мира То есть я там Рассматривала Ее фотографии Думаю Ух ты какая худющая Ну то есть Как она так умудряется Да То есть Ну для меня Это был пример Тамары Быковой Я ее читала Книжку Которую мне подарил Мой Первый тренер Марина Геннадьевна И вообще Где написала То есть знаете Как пророчество Какое-то Будущей олимпийской Чемпионки Написала Когда я в шестом Классе училась На день рождения Подарила эту книжку Присла маме И мама говорит О С ума сошла что ли Ну ладно И положила ее там На полку Ну пусть лежит Я эту книжку читала Перелистывала И для меня Да Было важно Что вот Ну тренер моя Вот в меня настолько поверила Когда-то Когда я еще вообще Ничего из себя не представляла Кроме как ребенка Перспективная с данными Вот И потихонечку Шла к этой Своей олимпийской медали Да И вот так Сложил что Все сложилось То есть вот для меня Ну вот эти люди Тоже послужили Каким-то там Так скажем Стимулом К преодолению Ведь спорт Это же не просто там Пришел, увидел, победил Да А это Каждодневный труд Очень тяжелый С испытаниями То есть к преодолению Всех этих препятствий К долгому пути Вот поэтому Я как бы вот смотрела Много было людей Которые еще оказали Ну влияние там На мою судьбу Там мои подруги По цеху Так скажем По команде Да Которые Начали уже там Собирать все медали мира Там это Лена Исимбаева Прыгунья в шестом И Татьяна Лебедева Прыгунья на тройным Тоже сенатор сейчас Совета Федерации Вот И я тоже на них смотрела Думаю Ну что такое Они могут А я не могу И я могу И тоже мне хотелось Как они Даже лучше чем И вот это меня стимулировало Поэтому вот эта командная Так скажем Игра Да Когда один начинает А второй тянется за ним И там третий подхватывает Ну это очень нормальные Жизненные Качественные примеры Да Вот которые мы И сегодня используем Для наших детей В движении юноармии То есть да Мы когда говорим О приеме в юноармейцы Конечно мы стараемся Ну не просто себе Облегчить труд Да А принять Класс в юноармию Не для того Чтобы массово А для того Чтобы да Они юноармейцы У них есть возможность Участвовать в мероприятии Организованно Есть педагог И они могут Ну помимо обычной учебы Да Принимая участие В мероприятиях Которые предоставляют Региональные отделения Да Организуют для них Тянуться друг за другом Ну там В преодолении Каких-то там Для себя задач В выполнении Каких-то задач Будь то это Военно-спортивные Какие-то мероприятия Или там Не знаю Творческие мероприятия То есть Ну не все дети Идут в какую-то Секцию спортивную Да А вот здесь Мы как раз Даем возможность Найти себя В доп. образовании То есть Ну именно Вот В движении юноармия Ирина Вы рассказали Вкратце Свой жизненный путь От 6 класса Фактически Скажите У вас была Какая-то четко Сформулированная цель То есть Вот как вы упомянули Прыгнуть выше потолка Да Или Какая-то большая Грандиозная цель Ну вот Как вы говорили В книжке у вас Написали Будущая Так я и шла То есть Вы как раз К этому чемпионству И шли Да Я вот прям Как мне написали С того момента К ней шла Так вот Каждый год Сама даже Не понимая Просто шла Вот туда И все Каждый год Там была организована Очень хорошо Система Ну и она И сейчас работает Да То есть Каждый год Соревнования Муниципальный этап Региональный этап Федеральный Да То есть Город Область Россия Так Плохо выступил На России Сама виновата Значит Где-то там Не доработала Значит Опять по новой Все И так Вот эта цикличность Она Дисциплина Каждый год Да Вот я Мама у меня тоже Рассказывает Говорит Ты как черепашка Я тебя вспоминаю Как черепашка Все время Привожу в пример Утром собрала рюкзак Покидала туда книжку Сверху навалила форму И пошла Вечером пришла Типа Села делать уроки Вот так Все на столе Разгребла Что-то пописала Спать легла А это каждый день То есть Ну это Ну такой вот Детский каждодневный труд С этим сталкивается Каждый ребенок Вот И он наверное Все-таки должен Привести к результату Поэтому вот мы И сегодня Движением Пытаемся насытить Вот эту детскую жизнь Различными мероприятиями Да Вот теми возможностями Которые сегодня есть Есть у нас Замечательный ресурс Министерства обороны Да Их помощь Поддержка Мы им пользуемся Есть у нас Партнеры Общественной организации Или органы Исполнительной власти Которые дают Эту возможность Мы им пользуемся Ничего не отказываемся Выходит так Что спорт Собственно Как и движение Юнармия Учит преодолевать трудности Насколько я понимаю Беспорно Учит не бояться Учит достигать Конкретных результатов Правильно? Да Так точно Возвращаясь к легкой атлетике Хочется очень с вами Посоветить Ситуацию легкой атлетики У нас здесь в Кирове Которая складывается А это на мой взгляд Очень положительная ситуация Учитывая растущее количество Заинтересованных лиц Учитывая Здание Да и новое оборудование Которое у нас есть Да в частности Манеж легкоатлетический О котором вы слышали уже Много наслышаны Скажите Легкая атлетика в частности И спорт В общем Насколько это важно Для воспитания Действительно Сознательного поколения Ну Легкая атлетика Это королева спорта Начнем с этого Это наверное Самый доступный И массовый вид спорта В целом Да То есть легкой атлетикой Можно заниматься любой В любом возрасте В любых условиях Не поспоришь Согласитесь Ну да Это самый бюджетный По сути вид спорта Бюджетный И можно просто бегать в лесу Труссо Это тоже легкая атлетика Можно ставить себе Определенные задачи Выходить на стадион Там Толкать ядро Да допустим Там Или метать копье То есть Или прыгать в шестом Это уже более затратно Конечно Но это уже Более зрелищно Массово И красиво Да То есть И то что В Кировской области Появляются такие Новые условия Для развития Легкой атлетики Это конечно Ну и вызывает Чувство гордости И благодарности Руководству региона Потому что конечно Такие затратные объекты Как Манеж Я представляю Сколько Ну требовалось Для того чтобы Ну что требовалось Чему требовалось отказать Да В чем требовалось отказаться Да Чтобы построить Какой-то Манеж На самом деле Это Долгосрочный проект И он принесет Свой результат Помимо медалей Олимпийских Да Конечно же Смеем надеяться Да Я считаю Что вы имеете Полное право Рассчитывать на них Создавая Полную базу Для тренировок Да Это если есть Манеж И конечно же Стадион Да То есть у ребят Со спортивной школы Появляется возможность Вот как я вам говорила В этой цикличности Каждый год Выполнять какие-то Результаты Побеждать Преодолевать себя И так из года в год Улучшать свои результаты И в дальнейшем Уже выходя на новый уровень Какой-то профессиональный Да Претендовать на попадание В сборную команду России А там уже и претендовать На какие-то Дополнительные медали Это Без этого Ну невозможно Просто Без детского Массового спорта Невозможно Получить Профессионалов И Олимпийских чемпионов В том числе Поэтому это Благодарность Руководству Региона Вот И вот для меня Манеж всегда был Вторым домом Я вот На первую тренировку Свою Ну которая была Не в школе Общеобразовательной Детская такая тренировка Пришла в Манеж И для меня казалось Это что-то грандиозное Глобальное То есть этот объем Этот простор Я даже сейчас Привожу своего ребенка В Манеж Она очень любит Ходить в Манеж Она Выплескивает Всю свою энергию В этом Манеже То есть понятно Она физически укрепляется Развивается Двигаясь Бегая Прыгая Но и конечно же Она дает Такой выплеск энергии То что очень часто Бывает необходимо Нашим детям Ну и конечно Профессиональное мастерство Оно не может Коваться В каких-то там В подвалах И так далее Конечно нужны Соответственные условия Я верю Что у вас появятся Олимпийские чемпионы В ближайшем будущем Да Спасибо вам за эту веру Вы упомянули о том Что при наличии желания При наличии Хорошего оборудования И прекрасного Манежа Можно достичь многого В частности Олимпийских медалей Я сюда еще добавлю Саша В позволении Что у нас есть еще Как раз то О чем мы с вами говорили Это прекрасные примеры Перед глазами Да Целеустремленных Спортсменов Которые уже Очень много Многого добились Многие из них Проживают как раз В Кирове Да В Кировской области И вас Мы тоже вновь будем ждать В нашем регионе Вот И в завершении программы К сожалению Времени у нас уже не осталось Совсем Ваши пожелания Ваши пожелания Легкоатлетам Кировским Спортсменам И юноармейцам Ну любой успех Это залог Любой успех Это залог Большого труда То есть сначала Нужно потрудиться Потом получить лавр Поэтому я хочу пожелать Всем ребятам Юноармейцам Спортсменам Веры в себя В первую очередь Ставить себе Самые серьезные Задачи И несмотря ни на что Просто идти К их реализации Ну конечно же Мечтать Хорошо учиться Ну и конечно Любить свою родину Александр Что вы пожелаете Ну я присоединюсь К этим пожеланиям Ну и конечно же Поменьше страха Не будет страха И мы всего добьемся Спасибо Присоединяюсь К вашим пожеланиям А это была программа Свероспорт Микрофон работала Вера Власова Сегодня в гостях У нас была Российская прыгунья В высоту Заслуженный мастер Спорт Олимпийская чемпионка Двукратная чемпионка мира Елена Слесаренко И Александр Далматов Директор регионального центра Подготовки граждан Российской Федерации К военной службе И военно-патриотического воспитания Кировской области Спасибо Друзья Ждем вас В гости снова Елена У вас снова Спасибо Спасибо Всего доброго До свидания До свидания С верой в спорт